Друзья, всем привет! Если вы не знаете куда девать урожай, у меня салат или любая другая зелень, шпинат, молодая капуста, пекинская капуста, можно выйти из положения и приготовить отличный и полезный завтрак. Ну и постараемся вкусненько приготовить безвкусные, скажем так, листья салата. Для этого я взяла лист салата, зелёный лук и возьму ещё чеснок, так как у салата нет ни запаха, ни аромата, не вкусно, собственно, но зато полезный. Затем добавлю немножко петрушки и укропчика, яйца, сыр различный, вот такие вот стебельки я не буду брать. Сыр можно взять одного сорта, например, твёрдый российский сыр, взять одну брензу или только творог, любой, короче, сыр. И сейчас мы всю вот эту зелень нарежем. Конечно же, мы всё помыли, тщательно проверили от букашек и мошек. И нарезаем. Укроп с петрушкой я нарезала. Теперь я нарежу лук, которые вот сухие, мы уберём. И затем измельчим на мелкой тёрке 4 зубка чеснока. Вот чеснок мы тоже измельчили. Теперь всё это я добавляю к салату. Посолю и хорошенько вот так рукой помну. Прямо сюда в миску я натру кусочек сыра на крупной тёрке. Так же поступлю и с брензой. Сюда же измельчу творог. И всё перемешаю. Пришла очередь и до яиц. Мы их разобьём. Добавим одну щепотку соли. Одну столовую ложку сметаны. И хорошенечко взобьём венчиком раз 15-20, как на омлет. Вот так. Щепотка соли вот совсем чуть-чуть. Одна столовая ложка сметаны. И сразу же взбиваю. Ну вот я ещё хочу добавить итальянские травы. По желанию заменю в этот раз чёрный молотый перец итальянскими травами. Перемешиваю и выливаю взбитые яйца со сметаной. Вы смотрите, соль регулируйте по своему вкусу и насколько солёный у вас сыр и бренза. У меня бренза солёная, так что я в соли взяла пару щепоток, чтобы яйца взбить. И пару щепоток, чтобы хорошенько помять листья салата. Кстати, если нет листьев салата, можно спокойненько заменить обычной капустой, шпинатом, пекинской капустой. Короче, любой зеленью. Всё. Мы вот это всё перемешали. Вот такая у нас получилась масса. Теперь я смажу сливочным маслом сковородку, чтобы наше блюдо не приставало. и бортики тоже. Вот. И теперь всё вот это выкладываем на противень и разравниваем. И, как обычно, в последний момент к моему блюду попросился помидор. Я его тоже нарежу на дольки. Наверное, захотелось мне пиццы. И украшу наше блюдо дольками помидорки. Вот так. Как хорошо, что я оставила ещё кусочек сыра. Ещё даже немножко вот так притрушу сыром. И, друзья, духовочка уже, как обычно, у нас разогрета до 180 градусов и ждёт нашу сковородку, наш противень. Отправляем в духовочку. Итак, прошло 35 минут. Я думаю, что наше блюдо уже приготовилось. Посмотрите, какая у нас получилась овощная зелёная пицца, вот такая летняя, без грамма муки. Всё, я выключаю духовку. Кстати, кому духовочка понравилась, я пользуюсь её, ей уже около года, и довольно ссылочка будет под видео. Всё, выключаю духовку, и пусть остывает. А Иван Афанасьевич косит траву. Иду искать его, и будем завтракать. Итак, друзья, мы разрезаем на порции. Посмотрите, какая вкуснятина у нас получилась. Можно накормить или пятерых человек, или одного косаря, який косый в сину. Вот посмотрите, какая красота. И без грамма муки, и полезно, и вкусно, и красиво. Сейчас попробуем. Ну, пробуй, Иван Афанасьевич, после тяжёлых трудов косы Ваня обочину. И что-то такое? А угадай. Ну, я всё чувствую, укроп чувствую. И какой-то наполнитель, но очень вкусно. Сыр, бренза, но основной компонент – листья салата. А, вот наполнитель. Мне некуда было девать. Я думаю, а сделай-ка что-то наподобие омлета в духовке на завтрак. Очень хорошо для пищеварения. Я его прямо чувствую, как у меня хорошо он будет усваиваться. Завтрак удался, друзья. Так что готовьте. Я не видел процесс, но классно. Думаю, ваши близкие будут довольны. Да, и вы сами будете не против покушать. Ну, что ж. Благодарю, что позавтракали вместе со мной. Но я ещё не закончу. Но потом. Не буду отнимать ваше время. До свидания. Всем всего самого наилучшего. Подписываться не забывайте, пожалуйста. И лайки. Ну, и рекламу не пропускайте. Что-то совсем не кладо. До свидания. Всем добра. До свидания, друзья. Всего хорошего. Мира и благополучия в семье. А можно добавить? Можно. Вот такое. Классная штука. Я думала на пятерых. Ну, мы вдвоём справимся. Ну, кота мы оставим немножко. Ну, да. Пан Коцкий смакует листьями салата. Космос. Смачно? Смачно, да? Кушай, кушай. А Спейс где-то бегает. Как всегда, независимый кот. Он может быть в конце огорода. Охотится на жучков. И звали-звали, он не пришёл. Ну, пообедает или позавтракает позже. Кушай, кушай, кушай. Продолжение следует...